Добрый день, друзья! С вами канал Стань Студентом, канал для думающих людей. Сегодня обсудим тему. У вас есть два паспорта. По какому паспорту проще поступить в ВУЗ? Поехали! Во время приемной кампании нередкость, когда приходят люди, у которых есть паспорт Российской Федерации, и помимо этого паспорта есть паспорт какой-то любой другой страны. И очень часто у таких граждан возникает сразу вопрос, как лучше все-таки, какой паспорт использовать, по какому паспорту проще поступать. Мы обсудим четыре момента, которые влияют на этот процесс. Первое. Документы. Граждане Российской Федерации подают стандартный комплект документов. Паспорт, СНИЛС, фотографии, оригинал документа о высшем образовании. Если это иностранный гражданин, то он подает более расширенный комплект документов. Здесь понадобятся нотариально заверенные переводы паспорта, нотариально заверенные переводы документа об образовании, которое было получено на территории другой страны. Понадобятся миграционные документы. Все это потребует дополнительных финансовых затрат, так как нотариус это делает не бесплатно. Это нужно дополнительно оплачивать вам из ваших личных средств. Но есть другие особенности, на которые тоже стоит обратить внимание. Вторая особенность. Это вступительные испытания. Граждане России могут поступать в высшие учебные заведения только по результатам ЕГЭ. Исключение составляют лишь выпускники колледжей и граждане, у которых есть инвалидность. Иностранные граждане всегда имеют право поступать в российские высшие учебные заведения без результатов ЕГЭ. При этом они могут, конечно, записаться и сдавать ЕГЭ, но абсолютно спокойно имеют право поступать в ВУЗы без ЕГЭ. И этим правом многие иностранные граждане успешно пользуются. Третья особенность. Бюджетные места. Есть страны, с которыми у Российской Федерации есть соглашения. И граждане этих стран могут поступать на обычные бюджетные места в ВУЗы Российской Федерации. К таким странам относятся Азербайджан, Армения, Украина, Молдова, Белоруссия, Туркменистан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия и Грузия. Подробный перечень таких стран можно уточнить в приемной комиссии. Граждане других стран могут поступать в ВУЗы России на платные места. Если они хотят учиться бесплатно, то им нужно поступать по квоте, которую можно оформить через Россотрудничество. О том, как это правильно сделать, у нас есть отдельное видео. Ссылочка внизу в описании к этому ролику. Четвертая особенность. Это направление подготовки. Для иностранных граждан ряд направлений подготовки, которые реализуются в ВУЗах Российской Федерации, закрыт. Либо на них можно поступать только с особого разрешения Министерства образования и науки Российской Федерации. Зная эти четыре особенности, вы сможете сделать правильный выбор, по какому паспорту лучше поступать в ВУЗы России. Друзья, если у вас есть два паспорта, напишите, по какому паспорту вы планируете поступать. Если вам было полезно данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, отмечайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Желаем вам успешного поступления. До скорых встреч!